Всем привет! В сегодняшнем видео мы будем вязать корову, и это первая часть, где мы свяжем ноги, туловище и голову. И что же томить, давайте уже начинать вязать. Итак, начинать я буду с ног. Итак, начинаем мы с фиолетового цвета или любого другого цвета. И начинаем мы с 6 столбиков без накида в кольцо амигруми. Далее вяжем второй ряд. Во втором ряду мы вяжем 6 прибавок, после чего у нас получается 12 столбиков без накида. В углу экрана я показываю схему в сокращенном виде, для того чтобы вам более было понятно и вы могли все успевать. Ну а я почти довязываю второй ряд, и приступаю к следующему третьему ряду. В третьем ряду мы вяжем столбик без накида, прибавка, эту комбинацию мы повторяем 6 раз, и в конце ряда у нас должно получиться 18 столбиков без накида. Соответственно столбик без накида, прибавка мы повторяем по всему кругу. Вот. Далее мы вяжем 2 ряда без изменений, 4 и 5, по 18 столбиков без накида, после чего мы должны будем поменять цвет на белый. Берем нить белого цвета и делаем узелок, для того чтобы нить не выглядывала потом. Не довязываем последний столбик фиолетовым цветом, и провязываем этот столбик уже белым цветом, и снова 2 ряда мы вяжем без изменений по 18 столбиков без накида. Итак, одна нога у нас готова, затем вяжем вторую, но нить на ней уже не обрезаем, а теперь вяжем 3 воздушные петли. Таким образом мы будем связывать эти две ноги и делать их одним целым. Теперь присоединяем нить ко второй ноге, точнее к первой, если быть точнее. И на ней теперь мы должны провязать все 18 столбиков, затем пройтись по воздушным петлям, снова сделать на второй уже ноге 18 столбиков без накида и снова сделать 3 столбика без накида по воздушным петлям. Таким образом мы сделаем ряд, и после этого ряда у нас должно получиться 42 столбика без накида. То есть вот таким образом мы идем. Ну и после того, как мы связали ряд, после него мы делаем еще два ряда без изменений по 42 столбика без накида. Ставим маркер для того, чтобы отмечать начало ряда. Итак, теперь мы будем делать прибавки. В одиннадцатом ряду мы вяжем 6 столбиков без накида, прибавка. Эту комбинацию мы тоже повторяем 6 раз и в конце у нас должно получиться 48 столбиков без накида. Прибавка это когда мы вяжем 2 столбика без накида в столбик предыдущего ряда, в один столбик предыдущего ряда. И в принципе вот так вот мы и должны все делать. Затем в двенадцатом ряду мы снова делаем ряд с прибавками, делаем 7 столбиков без накида, прибавка. Эту комбинацию мы повторяем снова 6 раз и в конце ряда у нас должно получиться 54 столбика без накида. Вот таким образом мы вяжем. Обязательно после каждого ряда вы можете проверять количество столбиков без накида для того, чтобы не ошибиться. Итак, теперь мы вяжем ряды без изменения 4 ряда с 13 по 16 ряд по 54 столбика без накида. Вяжем таким образом, еще раз повторюсь, 4 ряда. После провязанных 4 рядов мы будем делать уже на завершение на убавки. И смотрите, как мы будем это все делать. Мы вяжем в семнадцатом ряду 7 столбиков без накида, убавку. Эту комбинацию мы повторяем 6 раз и в конце 48 столбиков без накида. То есть теперь мы делаем убавку. Убавку, заметьте, сейчас я делаю незаметно. То есть за передние полупетли. Вот таким образом мы их цепляю, затем их провязываю и снова провязываю 2 петли на крючке. Это называется невидимая убавка. И она очень хорошо смотрится потом. Далее мы вяжем ряд без изменений. И теперь мы постоянно будем так чередовать. Убавка без изменений, убавка без изменений. То есть в восемнадцатом ряду мы вяжем 48 столбиков без накида. Это означает, что ряд без изменений. Затем в следующем же ряду мы вяжем 6 столбиков без накида, убавка. Повторяем это, естественно, 6 раз. И в конце 42 столбика без накида. То есть теперь мы делаем убавки до определенного момента. Еще раз заметим, как я делаю убавки. Это незаметная убавка. В следующем ряду в двадцатом 42 столбика без накида. То есть ряд без изменений. Никаких изменений нет. Вот. И вяжем такой ряд. И вот схема на следующие ряды до двадцать пятого ряда. То есть в следующем ряду вяжем 5 столбиков без накида, убавка. Это повторяем 6 раз 36 столбиков без накида в конце. Затем ряд без изменений. Столько же столбиков. Затем 4 столбика без накида, убавка. Повторяем это 6 раз в конце 30. И снова без изменений. И в конце двадцать пятом ряду вяжем 3 столбика без накида, убавка. Да, я оставляю незаконченным туловище. Потому что мы все равно будем пришивать голову. И это как бы не особо иметь значение. Среди рядов я наполняю наше тело, так сказать. И вот таким образом у меня получилось. Теперь мы будем вязать голову. Вяжем голову примерно так же. Голова у нас будет немножко побольше. И естественно прибавок будет больше. И так в первом ряду вяжем 6 столбиков без накида в кольцо мигруми. Таким образом мы будем начинать почти все ряды. Почти все детали, которые мы будем вязать здесь. И дальше вяжем. Далее во втором ряду мы снова делаем 6 прибавок. И у нас получится 12 столбиков без накида в конце. Далее вяжем третий ряд. В нем мы вяжем столбик без накида, прибавка. Эту комбинацию мы снова повторяем 6 раз. И в конце у нас должно получиться 18 столбиков без накида. Каждый раз в каждом ряду мы делаем по 6 прибавок. Равномерных прибавок. И в конце ряда у нас получается определенное количество. И так в четвертом ряду мы вяжем 2 столбика без накида, прибавка. Это повторяем еще 6 раз. И 24 столбика в конце. Затем 3 столбика без накида, прибавка. Тоже повторяем это 6 раз. 30 уже столбиков без накида в конце. И так далее. 4 столбика без накида, прибавка. 5 столбиков. 6, 7, 8. И так до 9. Пока вместе вы можете повязать со мной. Ну а в принципе пока что вы можете подписаться на мой канал. Поставить лайк под этим видео. Написать какой-нибудь комментарий. И в целом просто поддержать меня своим лайком и подпиской. К слову, если вы только учитесь вязать. И вы новичок в этом. И просто хотите научиться вязать крючком, то на моем канале есть уже такие подобного рода видео. А точнее целый плейлист. В котором есть все что вам нужно. Как научиться вязать столбики без накида те же. Или что посложнее. И обязательно заглядывайте на этот плейлист. Там есть что посмотреть. И я думаю что новичкам это будет очень-очень полезно. Так что обязательно заглядывайте туда. Я его оставлю сейчас в подсказках. Или в описании под этим видео. Вот так вот. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. И так последний раз прибавками. Это 9 столбиков без накида прибавка. И в конце у нас уже получается аж 66 столбиков без накида. Это уже достаточно много. И наша голова так сказать пока что увеличилась уже. Теперь после этого ряда мы будем вязать ряды без изменения. То есть ряды вверх. С 12 по 21 ряд мы будем вязать 10 рядов по 66 столбиков без накида. Вот столько рядов нам придется сделать. После чего мы будем уже делать убавки. Кстати небольшой спойлер. И так вот столько я провязала. Это я провязала 10 рядов. Как и сказано в схеме. И теперь я буду уже начинать делать убавки. С убавками тоже все просто. И давайте покажу вам. Когда мы заканчивали прибавки мы делали 9 столбиков без накида прибавка. Но сейчас мы делаем 9 столбиков без накида убавка. Убавка это когда мы провязываем вместе 2 столбика предыдущего ряда. Думаю тут все просто. И опять же я делаю невидимую убавку. И это очень и очень правильно решение. Затем я делаю уже 8 столбиков без накида убавка. Повторяю эту 6 раз. И 54 столбика без накида. И так мы делаем до определенного момента. Я делаю 7 столбиков без накида убавка. Тоже повторяю эту 6 раз. И в конце лета должна получиться 48 столбиков без накида. И постепенно мы видим что мы уменьшаемся. И так сказать закругляем нашу голову. И заканчиваем ее вязать. Так к слову. Затем 6 столбиков без накида убавка. Делаем это 6 раз. И вяжем после чего у нас получится 42 столбика без накида. И кстати эту схему я писала сама. То есть я не брала из интернета. Я придумывала ее сама из головы. Так что за это я должен быть отдельный лайк. Я считаю. Потому что я старалась. В 26 ряду вяжем 5 столбиков без накида. Убавка. Повторяем это 6 раз. И 36 столбиков без накида. Ура. В 27 ряд мы вяжем 4 столбика без накида. Убавка. Повторяем это 6 раз. И 30 столбиков без накида. Это предпоследний ряд. И сейчас мы еще свяжем 8. Вот это 28 ряд. В котором мы вяжем 3 столбика без накида. Убавка. Повторяем это 6 раз. И в конце 24 столбика без накида. Почему я все время не довязываю до конца. Потому что все равно нужно будет пришивать голову. И зачем тратить лишние нитки. Так сказать. Я набила после чего? После этого ряда нашу голову. И на этом заканчивается первая часть. Прямо сейчас вы можете перейти и смотреть вторую часть. И мы довяжем вот такого прекрасного. Вот такую прекрасную коровку. И всем спасибо за просмотр. Хорошего настроения. И всем пока-пока. Смотрите вторую часть.